Народ, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня, меня зовут Владимир Ефремов и сегодня еще одна серия по плюсам и минусам и сегодня у нас, как я и обещал, плюсы и минусы облицовки и плюсы и минусы сетки, вот на примере печей Технолит, потому что мы будем говорить непосредственно про цены прям вы любите же, чтобы цены сказали, но имейте ввиду, что это видео на осень 2024 года кто-то будет смотреть года через три в будущем, ну от нашего момента сейчас в будущем и такой, а цены там могут измениться я ни разу не видел, чтобы цены в принципе в России шли вниз поэтому цена 100 прудового будет года через три выше Какие могут быть минусы у облицовки, какие могут быть минусы у сетки но сначала по цене, давайте первым делом проговорим про цену вот эта облицовка может быть из змеевика, может быть из талькохлорида, может быть из пероксинита возьмем, не будем сильно разгоняться, возьмем самый дешевый вариант из талькохлорида из талькохлорида стоимость вот такой вот облицовки будет 95 тысяч рублей и вроде много, да? но почему-то, когда люди покупают печку, они совершенно не думают, что вот в такую сетку надо будет заложить камень и что камень тоже денег стоит ну кто-то пойдет, конечно, камень на дороге, щебень пособирает но так как мы все-таки сравниваем вот эту красоту и здесь нам нужно тоже какую-то красоту создать поэтому давайте посчитаем, что мы сюда заложим, как у меня дома сделано жады там понятно, что дорогой камень, но нефрит еще дороже понятно, что его лучше только в закрытую каменку ну для сравнения кто хочет, может потом стоимость уменьшить причем я цену взял не такую уж и высокую продают и в два раза дороже жадыит я взял цену из расчета 150 рублей за килограмм жадыита так вот, вот в эту вот печку помещается 230 килограмм в сетку заложить камней умножайте на ту цену камней, которую вы хотите сделать может быть вы купите этот красный кварцит кварцит по-моему правда он вот такими вот кусками в коробке как правило идет, его надо сидеть молотком долбить а кроме этого мы же вот здесь вот смотрим что у нас здесь стоит труба здесь тоже в сетку мы камень заложим и в сетку камня уйдет еще 40 килограмм и того в сумме у нас получается 270 килограмм закладки каменной а это нормально по деньгам выщелкивает ну реально вот это вот все по цене 150 рублей за килограмм какого-то красивого камня может вы возьмете какой-то белый камень вот в черных сетках белый камень еще хорошо смотрится и это получится 40 тысяч рублей вот чисто только на один камень без внутренней каменки для облицовки печи, для закладки печи и для закладки трубы 40 тысяч рублей но кроме этого нам к печи надо будет купить сетку я сейчас на что смотрю вот смотрите, вот есть печь, есть отдельно сетка здесь также есть печь и есть отдельно сетка поэтому, ну вот к этой печи получается надо сетку добавить чтобы правильная цена была сетка стоит недорого, но 6 тысяч рублей все-таки все равно деньги и того, чтобы вот сделать облицовку из сетки нам потребуется 46 тысяч рублей а здесь нам потребуется из талька 45 тысяч рублей ой, 95 тысяч рублей уже разница не такая если до этого мы смотрели на цену и такие 95 тысяч то сейчас мы получается уже экономим там в районе 45-50 тысяч рублей если будем в сетке делать ну конечно можно, если сразу денег нету взять сначала сетку а потом уже добавить сам вот этот вот камень по ценам пробежались, цены примерно поняли теперь по плюсам и минусам эксплуатации почему я сказал, что камень примерно за 150 рублей за килограмм нам желательно взять для сетки во-первых, небольшую фракцию а во-вторых, в идеале, чтобы он был обвалованный он тогда плотнее друг к другу ложится и мы закрываем и инфракрасное излучение от чугуна мягкое тепло становится и как можно больше закрываем конвекцию чтобы у нас парное помещение не пересушивалось частично конвекция нам нужна будет и у меня, кстати, в этом видео будет предложение для Технолита никто из производителей печей такого не делает но так как у Технолита и карьер свой по тальку и производство камня свое, а не где-то на стороне они камень покупают потому что, как правило, все остальные заводы сами камень не изготавливают а покупают со стороны облицовки и потом перепродают их просто так вот, почему нам частично конвекция нужна? мы же делаем вентиляцию в бане а вентиляцию мы, как правило есть и другие варианты я вот на примере печи в облицовке расскажу мы подводим под печку мы у нас в Ефремовской бане так делаем да и вообще в банях, когда мы строили мы всегда подводили вентиляцию под печь соответственно, воздух выходит и он в любом случае конвекционными потоками от нагрева самой печи поднимается кверху так вот, нам нужно ограничить сильно большой поток воздуха который будет проходить вдоль чугуна чтобы он не пересушивал парное помещение а чтобы у нас больше тепла шло излучением в парное помещение но есть другой вариант вот давайте на примере этого варианты разберем хотя я сейчас, наверное, загляну в подсобку посмотрю, вдруг есть здесь дымоход на дымоходе будет интереснее показать вот я нашел монотрубу покажу вам, как я делаю у себя сейчас на Алтае вот таким вот образом у меня там печь в облицовке русский пар вот это вот президент, а у меня русский пар и воздух под печь я заводить не стал а по причине следующей, да в принципе и здесь это тоже отчасти есть получается, чтобы нам приходил хорошо прогретый свежий воздух с улицы нам нужно держать каменку открытой но тогда идет достаточно большой конвекционный поток нагрева и парное помещение начинает пересушиваться поэтому дверку мы закрываем а у русского пара сбоку еще дверка дверку мы закрываем, чтобы у нас этого конвективного потока сильного не было но чтобы приходил свежий воздух по примеру Дамира Хайрулина Дамир, здорово! вдруг смотришь это видео труба идет вот в этом вот месте ну это я большой диаметр трубы взял но труба идет вот в этом месте получается здесь стена удлинители портала здесь просто один только удлинитель портала а так больше заходит в парное помещение мы воздух заводим с улицы у нас эта труба нагревается и от удлинителя портала и от облицовки воздух заходит примерно вот на такой вот уровень и начинает уже в парное помещение выходить как бы растекаться по парному помещению мы им дышим и дальше вентиляцию уходит так вот прикольно бы было если бы Технолит сделал вот здесь вот вот в этом вот месте стандартно вентиляционный короб тоже из облицовки у них же кирпичиков разных много вот чтобы вот сюда вот можно было рядом с печкой ну чтобы не из нержавейки труба была а вот так вот рядом с печкой подвести еще один конвекционный короб чтобы он у нас был не в самой печи а вот так вот рядом отдельно стоял я думаю что это бы пользовалось спросом и воздух бы хорошо нагревался от камня и свежий воздух бы приходил и не надо было выпускать воздух вот через эту дверку меньше бы пересушивало парное помещение так вот от облицовки идет мягкое тепло в парное помещение облицовкой мы полностью можем закрыть конвекционные потоки а так как сейчас уже на всех моделях печей Технолит есть вот это вот солнышко на дверке и есть вот эти вот воронки нам не надо открывать каменку ну когда нам хочется херакнуть взяли ковшик открыли херакнули звук получили а когда мы во время парения человека парим и чтобы воду подавать на самую раскаленную часть вот на эту вот мощную каменку которая здесь 109 килограмм весит у нас есть воронки но кстати раз мы говорим уже про облицовку и сетку вот эти вот воронки на облицовке и сетке разные она здесь просто не прикручена мы поставили для показа как это выглядит вообще она прикручена естественно так вот если вы планируете печку обложить кирпичом либо у вас печка будет из камня у вас будут вот такие вот воронки если у вас печка в сетке у вас будут вот такие вот воронки потому что ну она видите на ножке воронка потому что вот это место тоже будет закладываться кирпичом ой камнем каким-то мелким и нам надо чтобы вороночка чуть-чуть приподнялась итак выводы по облицовке и по сетке цена незначительно хотя если по сумме смотреть то возможно кому-то и значительно но в процентном соотношении не так уж значительно выходит когда считаешь полностью стоимость облицовки и полностью стоимость сетки и каменной закладки ремонт на пригодность что здесь можно полностью печку перебрать за один день что здесь печку можно перебрать за один день по ощущениям вот с такой облицовкой приятнее в бане находиться она не пересушивает парное помещение идет мягкое тепло как от печи у бабушки от кирпичной но от камня вот когда у него нету конвекции мягкое классное тепло идет я сам очень люблю особенно когда баня топится вот баню затопил пошел там дрова поколол снег покидал что-нибудь руки ноги замерзли заходишь в баню напротив печки садишься и сидишь греешься вот как прям в деревне мы в деревню когда ездим в челябинской области там тоже кирпичная печка вот садишься рядом с ней вот такое же тепло рядом идет прям ощущаешь его кончиками пальцев даже ощущаешь здесь у нас все-таки неограниченная конвекция хотя чем мельче мы камень сюда заложим тем больше конвекция будет ограничена но вот к этой печке я имею ввиду к облицовке в сетке нужно все-таки приноровиться ты должен ее понять здесь ты быстрее учишься управлять ей а если тем более ты не один баней управляешь а кто-то другой может ее топить ну тогда лучше наверное все-таки взять в облицовке внешний вид ну здесь понятно внешний вид какой он есть такой он и будет хотя тальк можно покрыть маслом изначально ты можешь его взять светло-серенький потом покрыть маслом он станет темно-серенький но масло нужно будет обновлять здесь по большому счету ты можешь раз в год менять внешний вид печи если у тебя на это есть средство и ты можешь весь камень оттуда вытащить и заложить другой камень один год у тебя печка в белом камне другой год у тебя печка в черном камне там в сером камне и гости приходят такие вот ты печку сменил ты такой да могу позволить себе ну как бы как бы вот так вот хотя печка одна одна и та же и осталась еще один момент есть возможность получения разного пара вот не здесь здесь по большому счету это не сможешь сделать с облицовки пар снимать а вот здесь вот есть возможность получения разного пара ты можешь три пара будет первый пар это ты поддаешь в каменку в закрытую сверху и у тебя выходит смесь перегретого и обычного насыщенного пара ты поддаешь в воронке у тебя выходит полностью перегретый пар и ты можешь поддавать сверху вот на эти камни потому что они сильно разогреются для получения простого насыщенного пара ну вода испарилась и сразу же вышла к нам сюда в парное помещение но есть опять же момент чем больше ты будешь поддавать на наружные камни тем больше они будут свой вид терять потому что вот на этих наружных камнях будет оставаться все равно налет от воды и они будут все тусклее 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 отмыть их не получится что вот ты камень взял такой отмыл нет такого не будет тебе нужно будет как-то перетряхнуть ее новых камней добавить те камни во внутреннюю каменку положить но возможность получения пара есть поэтому про я про нее говорю но внешний вид все равно теряться начинает также если ты вот сюда вот будешь поливать постоянно воду ну здесь особо пара не получишь но внешний вид облицовки будет уже портится и надо будет уже средствами протирать этот камень чтобы водяной налет смывать но так же как в принципе в чайнике крайне наверное еще что скажу чтобы нагреть максимально каменку и получать с нее много-много пары и не подтапливать больше печку вот эта облицовка будет лучше потому что ты печку топишь 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 каменка разогрелась облицовка больше не разогреется она разогреется примерно наверно градусов до 130 ну и то в таких горячих местах вот в этих местах можно будет дотронуться и парное помещение перегреваться так не будет а здесь если ты будешь каменку прям до алого свечения раскочегаривать то за счет неограниченной конвекции у тебя начнет парное помещение перегреваться поэтому говорю что здесь нужно приноровиться топить печку которая находится в сетке ну в развале камней все вот такой вот видос плюсы-минусы пишите как вам понравилось а мы уже сняли обзор плюсы-минусы и сравнения авангарда с искандером сняли такое же видео плюсы-минусы сравнения грома 30 с авангардом 35 они есть уже на канале так что их можно посмотреть по ссылкам внизу и уральская петюля погнали а и а впри взрослый и и Продолжение следует...